В правительстве Севастополя в очередной раз объяснили причины поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте. По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора Павла Йена, повышение стоимости проезда связано с ростом цен на запчасти и необходимостью индексации зарплат водителям и обслуживающему персоналу. Так, с 23 января на всех видах транспорта стоимость проезда составит 30 рублей при оплате наличными или банковской картой и 24 рубля с использованием ЕГКС. Прежде чем повышать тариф, Департамент транспорта провел мониторинг стоимости проезда в других регионах Южного федерального округа. Установлено, что в городе Севастополь один из самых низких тарифов. Так, стоимость проезда в Краснодаре и Астрахани составляет 35 рублей, в Волгограде 30 рублей. У наших соседей Республика Крым на сегодняшний день проезд стоит 25 рублей, однако с февраля месяца ожидается повышение до 30 рублей. При этом хотелось отметить, что экономически обоснованный тариф в городе Севастополь на 2022 год и 2023 составляет 43 рубля. Увеличение трат на содержание автобусов подтвердил член Ассоциации перевозчиков Севастополя. Повышение горюче-смазочных материалов, технического обслуживания подвижного состава увеличилось за последний год порядка 40%, по некоторым позициям даже более чем 40%. Денег не то, что не хватало. Мы выживали, мы балансировали, мы выполняли все требования, которые предъявляет город. Не менее 6% мы планируем на повышение заработной платы от полученных доходов. При этом, по словам Павла Йенна, льготных категорий севастопольцев повышение тарифа не коснется. Все граждане, которым предусмотрено законом Севастополя право бесплатного проезда на общественном транспорте, в том числе участникам СВО и членам их семей, продолжат пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно. Если говорить в абсолютных цифрах, то у нас в среднем от всего пассажиропотока где-то 40% всех пассажиров – это наши льготники. Фактически каждый второй проезд льготный, да? Совершенно верно. Каждый второй пассажир. По данным директора Департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя Елены Сулягиной на компенсацию льготного проезда из бюджета города выделяется 895 миллионов рублей. Губернатор считает, что поднятие тарифа однозначно поможет местным перевозчикам. Мы завершаем в этом году с помощью федерального бюджета, конечно, прежде всего, лизинговые платежи.